у тебя ничего не получится можешь даже не начинать твои фотки трэш мои ученики после курсов снимают лучше чем ты выиграл фото конкурсе разве это достижение тебе просто повезло если вы слышали что-то подобное в своей жизни значит вы сталкивались с таким понятием как обесценивание не имеющие ничего общего с конструктивной критикой привет меня зовут александр макушин и в этом ролике я решил разобраться что может стоять за обесцениванием фотографии неконструктивной критикой и главное как реагировать на эти вещи и что с ними делать не так давно во вкладке сообщества я решил расспросить своих подписчиков сталкивались ли они с токсичностью по отношению к своим фотографиям и самому увлечению фото и как эта токсичность критика и обесценивание повлияло на них получил вполне закономерный результат и огромное количество комментариев и сообщений в директ с личными историями огромное за них спасибо если вы не знали то по уровню токсичности в интернете россия занимает место ближе к концу списка располагаясь рядом с наиболее отставыми странами африки что в свою очередь не добавляет уверенности никому кто занимается каким-либо делом что-то создает снимает фотографирует выкладывает делится как правило все создатели контента однажды сталкиваются с хейтом агрессии унижением конечно это касается и фотографов особенно тех кто начинает иметь какой-то вес как на локальном так и мировом уровне причем очень часто топят друг друга именно сами фотографы вместо того чтобы выразить поддержку и солидарность до сих пор не могу это осознать кто-то скажет это норма к сожалению в россии это так хотя многие оперируют к свободе слова и желаний высказаться в критическом ключе на настоящую критику это мало походит говорю даже не столько про youtube сколько социальной сети где люди делятся снимками желаю получить минимальную позитивную реакцию но получают часто что-то неприятное чем же отличается конструктивно критик от токсичного хейта я приведу несколько примеров твои фотки отстой не кадры а унылые картинки что за чушь ты снял сначала фоткать научись это я выбрал еще мягкую форму как вы поняли это примеры абсолютно не конструктивные эмоциональные обесценивающие критики которые не дают автору никакой информации а сейчас я приведу несколько примеров конструктивной критики которая действительно имеет цель выйти на полезный для обеих сторон диалог на мой взгляд этот кадр был бы интересен если бы он был выстроен так-то в кадре было то-то мне сложно понять эту фотографию не мог бы ты объяснить почему она имеет такую форму и что-то хотела ей выразить у тебя определенно есть потенциал не сдавайся и развивайся удачи понимаете разницу да можно выразить мысль как это сделано слева а можно как справа какой вариант вам нравится больше конструктив всегда сфокусирован на деталях всегда имеет конкретику какое-то предложение а не эмоции или абстрактной формулировки нацеленные на то чтобы сильнее уязвить автора как правило люди не дураки прекрасно понимают свой уровень свои ошибки и недоработки но чтобы достичь какого-то нормального уровня важно потратить время много времени каким бы вы мотивированным не были все равно придется потратить сотни часов на то чтобы достичь минимального стабильного уровня например если с любой съемки у меня остаются три по-настоящему хорошие фотографии я невероятно радуюсь если за год в портфолио появляются 5-10 снимков хорошего мирового уровня считаю этот год удачным почему многим кажется что каждая съемка должна быть шедевральной уникальной понятия не имею таких людей просто нет в природе опрос которая проводила вкладке сообщества подтвердил некоторые мои тезисы главный ключевой тезис которым важно смириться большинство людей абсолютно все равно что вы делаете это вполне нормально нормально иметь и несколько людей которые ценят твое творчество но нормально и желание любого автора быть заметным мы все что-то публикуем выкладываем размещаем и конечно же ждем реакции потому что быть заметным привлекать к себе внимание быть интересным для окружающих это фундаментальная потребность рождения мы все жаждем внимание ведь мы социальные существа мы все хотим любви в общем смысле и фактически вся наша деятельность жизни так или иначе связана с тем чтобы эту любовь получать навсегда приятно услышать похвалу или поддержку в свой адрес например кто-нибудь скажет молодец ты делаешь что-то классное такие моменты в каждом из нас что-то загорается внутри мы становимся еще более продуктивными более креативными этот внутренний огонь указывает нам дорогу так устроена наша психика в одном из роликов я рассказывал о фото конкурсе 35 awards а там есть традиция раздавать диплома практически для всех участников это действительно круто людям важно понимать ценность того дела которым они занимаются такие мелочи придают им сил двигаться дальше становиться лучше и абсолютно убежден что даже минимальное признание твои заслуги это главный секрет развития и движения вперед но есть адепты и другой школы назовем ее так которые искренне считают что двигатель прогресса и развития это обесценивание все что ты делаешь отстой ты не выиграл конкурс тебе просто повезло даже не старайся это не твой уровень дескать после таких фраз кто-то включит злость и покажет на что способен действительно знаю людей которые заводились от таких фраз и доказывали хейтером о собственной возможности но таких людей единицы да и топливом как действию является злость и ненависть не самые лучшие штуки на планете подавляющее большинство сталкиваясь негативом опускают руки не найдя внутренних сил бороться обесценивание не зря имеет такую формулировку внутри человека начинаются процессы самоуничтожения когда ты перестаешь верить в себя такой синдром самозванца на максималках которые тебе намеренно внедрили мозг извне обесценивание всегда нивелирует твои старания и труды сводя все очень простой логике тебе повезло кто-то лучше тебя даже не стоит пробовать и так далее после таких фраз многим сложно оправиться к сожалению в россии система воспитания личности выстроены так что с детства мало кто из нас слышит что-то хороший свой адрес чаще всего это упреки и нарекания замечания что ты что-то сделал не так сначала тебе не дают прыгать по лужам затем ругают что ты не смог решить задачу доски недостаточно хорошо сдал экзамен плохо что-то сделал хотя мог лучше то есть всю жизнь не мог достичь какого-то определенного идеала постоянно от тебя ускользящего причем этот идеал придумал не ты его придумали за тебя другие заставив него поверить двойку получил не перейдешь на следующий год не сдал экзамены не поступишь в институт плохо учишься в институте не найдешь достойную работу будто бы твое будущее уже прописали за тебя и чтобы она была безоблачным и богатым нужно все делать только на 5 с плюсом это жуткая настройка на перфекционизм которая многих людей лишает нормальной жизни где есть место в том числе неудачам и ошибкам с таким количеством неврозов с детства сложно быть человеком уверенным в то что ты делаешь и создаешь ты автоматически становишься чувствительным к любой претензии которая возникает из пустоты занимаешься любимым делом навсегда появляется человек который говорит ой-яй-яй лучше бы и не брался кто так делают у тебя руки кривые и многие услышав это впадают в ступор и состояние вины психологически возвращались тот момент когда их ругали за двойку в школе я выработал ряд принципов которые позволяют не оставаться в нормальном психологическом состоянии какого борода хейт не был надеюсь кому-то это поможет если вы столкнулись токсичностью по отношению к вам или вашей деятельности взгляните рационально на обращение носит ли она конкретику или стремится только задеть обесценивающими фразами если это второе важно просто поигнорировать не включать эмоциональность возможно человек встал не с той ноги или в детстве он не видел хорошего отношения к себе и старается привлечь внимание таким странным образом второе важно понять кто перед вами каков его экспертный уровень каков уровень его работ как правило люди либо прячутся за анонимностью никогда не делясь своими работами но создавая орел значимости либо делится но оказывается что внимательность и критичность не делают лучше их и их работы что крайне странно есть такое выражение видеть соломину в чужом глазу и не видеть бревно в своем важно принимать критику если действительно она конструктивна в этом случае она может стать отличной обратной связью позволяющий что-то сделать лучше избавиться от тех вещей которые не видит наш замыленный глаз к сожалению лично за всю жизнь я сталкивался с ней очень редко например за время существования этого канала таких критических комментариев было наверное пара они позволили кое-что улучшить но остальное это эмоциональные реплики нацеленные скорее на психологическое давление как правило большие мастера просто проходят мимо им особо не интересно вознять детишек на ковре представьте они лейбовиц или патрика де маршелье которые заглядывали к б к авторам каналов и писали токсичные комментарии это просто ниже их достоинства следующий пункт стараться не вступать в спор который никогда не приводит к принятию той или иной точки зрения люди всегда остаются при своем даже если понимают что неправо это такая поведенческая особенность в этом бою нет победителей поэтому эмоции не должны брать верх особенно в моменты провокаций обсуждая что-то важно всегда говорить только о себе переход на личности и стремление уязвить в ответ это самовольный переход на темную сторону не нужно уподобляться оппонентам ведь тогда вы становитесь одним из них нужно принять что негативное мышление всегда слышно громче позитивных оценок потому что она выделяется вы никому ничего не должны кроме себя ожидание других это всего лишь ожидание других ожидать чего-то других всегда проще чем что-то сделать самому ведь дела значит больше любой болтовни и последний пункт позабыть о перфекционизме в этом мире никто не ставит двойки и не ругает если вы не решили задачу доски мы сами являемся меры вещей особенно в том деле которое мы любим современный мир сталкивает нас с разными людьми кому-то может нравиться что мы делаем кому-то может не нравится главное не делать голос негатива основным собственной голове обесценивая себе мы никогда не добьемся того о чем мечтаем важно критично смотреть на то что мы делаем но не давать голосу со стороны стать главным критиком в жизни я думаю каждый человек прекрасно понимает что он делает какой дорога идет пусть эта дорога будет освещена позитивными эмоциями поддержкой помощью а не токсичностью или обесценивание если вам понравился этот ролик подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии желаю хорошего дня и увидимся в следующих видео